Скажи, Авель, что ты думаешь про поклонение прославления? Ну, озвучу для себя, чтобы не забыть, два пункта хочу ответить в том, что ты говорил. Первое, по поводу поклонения прославления. Что это? Концерт это? Мероприятие это? Служение это? Или просто фон, да? А второе, это по поводу жертвы. Значит, по поводу жертвы для начала. Вот жертва хвалы. Почему жертва хвалы? Почему жертва? Вроде как, все хорошо же должно быть. Что там жертвенно? Приятно должно быть, да. Если мы посмотрим на историю вообще жертвоприношения, жертвоприношение, оно всегда должно быть вот такое, чтобы с ним тяжело было расстаться. Вот начнем с жертвоприношения Исхака. Я уверен, что Аврааму, при всем при том, что он знал, что они пойдут на гору, поклонятся Господу, он там принесет его всесожжение, и они оба вернутся обратно, так, по крайней мере, он своим отреком сказал. Ему все равно было тяжело на сердце, потому что все-таки 13 лет вложено в этого младенца, а еще сколько лет ожидания. Если мы дальше пойдем в жертвоприношение храма, то все, что мы должны были принести в жертву, мы должны были принести, во-первых, без порока, во-вторых, в определенное количество лет должно было пройти перед тем, как мы принесем это в жертву. В-третьих, это должно быть самое избранное, избранное. В-четвертых, это должно быть первое, чтобы... Первое, да. То есть, это должно быть что-то, что тяжело оторвать от сердца. Почему жертва хвалы? В одном из пророков, сейчас вот не помню, где написано, и это было одно из изменений, которые раввины внесли в свое время в Тору, когда они ушли от жертвоприношения в храме, это было уже во втором веке нашей эры, и перешли в жертвоприношение хвалы в синагогах. Они поменяли значение примис фатейну, то есть плод уст, да, то есть наши уста тоже приносят плод, и они переменяли это в валов уст, да, то есть там примис фатейну в паримс фатейну. Ну, неважно, не будем сейчас вдаваться в слова. В любом случае, в то время все хотели приносить Богу жертв, но не знали как. И вот это вот послание к евреям, оно разъясняет, что нужно приносить жертву хвалы. Иногда нам тяжело принести жертву хвалы. Ну, казалось бы, жизнь, может быть, у кого-то разрушена, может быть, болезни какие-то, может быть, состояние сейчас не такое, финансовое состояние такое. Может, сам хочешь съесть этот первый урожай. Может быть, сейчас вот куда, вот, у меня осталась там вот горстка муки и немножко масла, сейчас вот я сына своему приготовлю, и мы умрем. А Бог говорит, нет, сначала мне принеси, а я умножу. Так ведь и происходит, мы читаем об этом в Библии. Мы приносим что-то в жертву, и Бог приходит на жертву, и происходят чудеса. Скажите, пожалуйста, почему Илья, пророк, не мог убить всех этих 854 пророка до этого? Что у него, другой меч был, или, может быть, он был младше или слабее? Нет. Настроение. Да и настроение было другое. Он это смог сделать только потому, что Бог пришел на жертву, и все стали свидетелями силы Божьей и славы Божьей. Когда приходит слава Божья, а она приходит именно из восхваления, именно из веры нашей, вот в этот момент происходят чудеса. И теперь перейдем к самому прославлению, когда люди приходят и говорят, ну, это же не профессиональное прославление, ну, это же не профессиональные певцы. Ну, это, ну, ладно, дадим им, так сказать, скидочку, они там под гитару прославляют себе и в ноты не попадают. Послушайте, прославление, оно не создано для зала. Оно же не для нас, да. Это стоят люди, которые взяли на себя ответственность встать на передовой и прославлять Господа и помочь вам, находящиеся в зале, дорогие мои, драгоценные братья и сестры, войти в Божье присутствие. У них нет никакого другого задания на сцене. Они пришли туда, чтобы показать Богу, вот твой храм, который ты собрал во имя свое, здесь пришли двое, трое, тридцать, сорок человек, пятьдесят, тысяча. Мы просто сейчас соглашаемся прийти в твое присутствие. Они вводят вас в святое Божье присутствие. И наша задача принести эту жертву. Неважно, откуда я сейчас пришел, как я устал, как мне плохо, что у меня болит, что у меня там тянет или там гнетет и так далее. Я хочу войти в Божье присутствие или не хочу войти в Божье. Если я да, хочу, вот те, кто стоят на сцене и прославляют, они могут помочь. Если я умею это делать и без них, как пастор Верия сказал, мы можем это делать дома, мы это можем делать в автобусе, в машине, в поездке, пешком, в походе, где угодно. Наша задача с помощью прославления притянуть, вот так просто таким вот словом выражу, притянуть Божье присутствие на то месте, где я нахожусь. Потому что если я соглашаюсь, что Бог это Господь моей жизни, если я соглашаюсь, что Бог, Он будет чудеса являть в моей жизни, Он мой личный спаситель, я хочу восхвалить Его за это. А почему я Ему воздаю хвалу? Потому что если я Ему не воздаю хвалу за то, что мне сейчас плохо, но я Его прошу сделать хорошо, и я в это не верю, я не верю, что Он способен это сделать. А я хвалю Его именно потому, что я верю, что Он уже все совершил. Писание ведь говорит нам не просто так, это не ошибка синтаксическая. Иисус говорит, все, что попросите в молитве Отец Небесный дал вам. В прошедшем времени мы должны в это поверить. Ведь Писание как говорит, что верующий должен приходить к Богу, зная, что Он есть, и ищущим Его воздает. А что значит ищущий Бога? Я ищу проявление Его славы в моей жизни. Я Его не увижу никогда, пока не приду на небеса. Не увижу. Потому что так написано в Писании, Бога не видел никто и никогда. Но славу Его, чудеса Его я могу видеть прямо сегодня в своей жизни и за это прямо сейчас воздать хвалу Богу. Иначе я в Него не верю.